Всем привет! Стоит ли прощать измену мужа с проститутками? Отношения у нас хорошие, есть дети. Вот смотрите, прежде чем отвечать на вопрос, стоит ли прощать измену, очень важно разобраться, что для вас измена. Потому что для одного человека измена — это конкретно половой акт с другим человеком. Для другого человека измена — это эмоциональная близость с другим человеком. А возможно, измена — это когда ваш муж начинает не просто иметь секс с другой женщиной, а начинает её любить, о ней заботиться, начинает с ней выстраивать какие-то отношения. Что измена для вас? Когда вы определите для себя вот это чёткое понимание, что для вас измена, будет чётко понятно, когда у вашего мужа был секс с проститутками, это измена или нет. Потому что, знаете, если говорить конкретно с проститутками, то к проституткам не ходят за эмоциональной близостью, к ним не ходят за душевным теплом. Это не те женщины, за которыми мужчины ухаживают, заботятся, тратят на них деньги семьи и всё остальное. Это женщины, к которым мужчины ходят конкретно за сексуальной услугой. То есть у них есть какая-то сексуальная фантазия, у них есть какое-то сексуальное желание. Возможно, он не может это удовлетворить с вами по каким-то причинам. Возможно, он уже предлагал вам какой-то вид сексуальной близости или какие-то фантазии, на которые вы не согласились. И мужчина пошёл себе их купил. В принципе, лично я не вижу в этом ничего категоричного. Я не, конечно, за то, чтобы мужчина ходил к проституткам. Я за то, чтобы мужчина и женщина в их отношениях развивались и улучшали их сексуальную жизнь. Но если уже такой шаг пошёл, то прежде чем делать дальше какие-то выводы, нужно определить, что для вас измена, а потом уже посмотреть на вашу ситуацию. А то, что произошло у вас с мужем, это измена, учитывая, что отношения у него именно с вами, дети с вами, то есть семья с вами. И здесь уже, опять же, есть некое понимание, как вы узнали об измене, знает ли ваш мужчина о том, что вы знаете, проговаривали ли вы с ним этот момент, как он объяснял или что он говорит о том, что он пошёл к проституткам, для чего он это сделал, почему он туда пошёл, какая у него потребность в этом действии. Это один момент. И дальше уже вы смотрите на то, готовы ли вы с ним расстаться, хотели бы вы начать новую жизнь. Насколько для вас эта ситуация, понимание того, что произошло, важно и категорично. Учитывая, что вы спрашиваете, стоит ли прощать измену мужа с проститутками, указываете на то, что отношения хорошие, дети есть, я могу сказать с вероятностью больше, чем 60-70%, что вы из этих отношений уходить не хотите. Потому что если бы это для вас было прям вот очень сильно категорично, то вы бы никого не спрашивали, вы бы просто приняли решение и думали о том, как уходить из этих отношений, какие следующие действия. Если вы ещё спрашиваете, то значит, что сомневаетесь. Если вы сомневаетесь, то вы ещё не готовы. Это раз. Во-вторых, смотрите, если вы понимаете, что измена с проститутками для вас не особо имеет такую прям значимую роль, то есть это не такая как бы конкретная измена, но вы знаете, очень часто, когда я работаю с женщинами с темой измены, есть такое понимание. Женщина говорит, есть такие фразы даже интересные. Ну, если он где-то куда-то сходил, это не так страшно. Главное, что домой вернулся и никуда не собирается уходить. Или, например, есть такая тоже фраза, где бы мужчина не ходил, то борщ придёт кушать домой. Это я беру, как говорится, фразы из того, что люди говорят, клиенты. Я слышала в таком контексте разные. Но при этом есть ещё социальное понимание. То есть женщина сама внутри относится к этой измене, скажу так, спокойно или равнодушно, или вот, ну типа, ну да, неприятненько, ну сходил, ну ничего страшного. Но главное, что остался со мной рядом и никуда не собирается уходить, и вообще даже не планировал никуда уходить. Но об этом знает кто-то, об этом знают, например, какие-то люди близкие, или об этом знают подруги, или ещё что-то. И больше волнует в этот момент, вот мы просто разбираем на консультациях, прямо в деталях эти ощущения, больше всего чаще иногда волнует вот этот момент, что об этом кто-то знает, или об этом кто-то может узнать, или кто-то, и что вот как это так? Я вот такая женщина, простила его. Это как-то унизительно или ещё что-то. Очень часто женщина через глаза других людей в своей голове даёт себе оценку и начинает эту оценку наделять какими-то фантазиями. То есть у неё в голове живут какие-то люди, которые собирают там педсоветы, говорят, ну ты знаешь, вообще-то это неприемлемо, после этого уже вместе жить нельзя, или ещё что-то. Это всё бред, то есть с этим можно работать, с этим можно идти на терапию, с этим можно прорабатывать. Но первично очень важно определить для себя, как я конкретно к этому отношусь. Для меня это как? Ну пошёл, мужик сходил там, кайфанул, но домой вернулся. Или ещё что-то. Если это прям вас зацепило, зацепило вашу самооценку, зацепило вашу личность, или для вас это вот момент предательства, что как это так, вот мы вместе, я вот ему храню свою верность, никуда ни с кем не хожу, а вот он нарушил наш договор, или обещание своё. Если для вас это трагично, то пункт первый — осознать то, что ваш первый брак с этим человеком закончился. И, в принципе, наступил конец. Вот прям осознать вот этот момент, что всё, те отношения, которые у вас были, они уже завершились. И это очень важно прям осознать и прожить. Шаг второй. Вы задаёте себе вопрос, готовы ли вы с этим человеком пойти в новый брак, то есть после того, что между вами было, и то, что случилось. Готовы ли вы сначала поставить точку, точку «всё, завершение», а после этого задаёте себе опять вопрос, а я с ним готова опять пойти в новое отношение. Потому что после того, когда женщина или в паре узнаётся факт измены, это уже состояние раскола. Готова ли я пойти с ним в новые отношения, опять с ним, обговорить какие-то договорённости, договорённости, возможно, обсудить нашу сексуальную жизнь, возможно, обсудить, чего не хватает мужчине, что он ещё хочет, какие фантазии у него есть, с которыми он пошёл к той же проститутке, да, за деньги, но не проговорил с вами, или вы отказывались что-то удовлетворять, то есть оговаривать какие-то вот эти моменты, прежде чем идти в следующий шаг, в следующий круг ваших отношений. В этот момент тоже очень выгодно пойти на семейную терапию, для того, чтобы другой человек, как третье лицо, помогло вам договориться. Вы знаете, когда мужчина и женщина разводятся, или там, когда мужчина и женщина вступают в брак, всегда есть третий человек, всегда есть там в ЗАГСе, да, тот человек, который вас, я не помню правильно профессию, который расписывает, человек говорит речь, он задаёт вам вопрос, согласны вы или не согласны, всегда есть вот этот третий человек. Когда люди решили развестись, тоже есть третий человек, который помогает им правильно разв mentis, когда у людей есть конфликты, им тоже нужен третий человек, когда у людей есть какие-то недопонимания, им тоже нужен третий человек, который их поможет немножко рассудить и добавить момент такой объективности, то есть что из этого всего, что между вами происходит, фантазия, где здесь реальная правда, где конкретика, что для вас. То есть, знаете, как момент, во-первых, снять все иллюзии, которые у вас есть друг на друга, и немножко заземлить вашу ситуацию и чётко простроить, во-первых, границы, во-вторых, следующие шаги, чего вы оба хотите. Если вы хотите идти в новые отношения, если вы хотите идти в новый опыт, то тогда опять мы делаем всё с нуля, но только по-другому. То есть мы опираемся на прошлый опыт, начинаем уговаривать, а чего тебе не хватает. Вот для меня важно, чтобы, например, наша сексуальная близость была только друг с другом. Вот я тебе верна, и я хочу, чтобы ты тоже был в невере. Возможно, тебе чего-то не хватает, возможно, тебе чего-то было мало, возможно, какие-то фантазии есть, которые ты боишься со мной проговаривать. Потому что, вы знаете, ещё самое интересное, когда мужчина идёт к проститутке, есть ещё такой момент, что, во-первых, это секс за деньги, во-вторых, у него с этой женщиной нет отношений, в-третьих, эта женщина не является для него значимым лицом. То есть он может прийти и вывалить всё, чего только он хочет. Это раз. Во-вторых, все свои фантазии. Он не боится оценки, не боится осуждения, не боится, что она откажет. Он чётко знает, что, например, вот такая моя фантазия будет стоить столько-то, если я хочу чего-то там особенного, это будет плюс, такая-то сумма, если там ещё что-то, то есть единственное, что может ответить ему проститутка, она никогда не скажет, «Боже, ваша фантазия какая-то сумасшедшая, идите, сходите к доктору» или ещё что-то. Проститутка просто скажет, «Вот такой секс у меня стоит так, хотите вот так, вот так, плюс там такая-то сумма, на это я согласна, на это не согласна». Всё. Поэтому иногда мужчины идут к проституткам, потому что такие вопросы сексуальных фантазий с проститутками иногда решать намного проще, чем со своей любимой женщиной, в глазах которой он боится осуждения, боится оценки, боится, что ей покажутся его фантазии какими-то ненормальными. И вот знаете, скажу из практики, очень часто бывает, что в этих фантазиях абсолютно нет ничего такого сверхъестественного или каких-то там перверсий или ещё что-то. А наоборот, нужно проговаривать и разговаривать. Для того, чтобы, знаете, как разговорить своим мужчину, можно начать изначально из себя. То есть, знаешь, Мила, у меня есть вот такая фантазия, я очень стесняюсь тебе об этом сказать, очень боюсь как-то тебе в этом признаться, но мне очень там хочется того-то и того-то. И когда вы начнёте проговаривать эти моменты, и начнёте самостоятельно чем-то делиться своим таким, и мужчина тоже понемножку начнёт раскрываться, скажет, да, у меня тоже есть фантазия, а я тоже вот стесняюсь и никак не решаюсь тебе о кое-очем рассказать. И дальше вы уже после того, когда вы проговариваете свою фантазию, во-первых, вы её обсуждаете, во-вторых, вы ищите точки соприкосновения. Не обязательно прям, вот знаешь, от чего боятся женщины? Вот они слышат фантазию, и такая, нет, я не согласна, нет, я не хочу. Окей, начните сначала обсуждать, начните обсуждать детали, а что конкретно, а как, а где, а что тебе это даст, а почему у тебя такое желание, а что ты хочешь испытать во время удовлетворения этого желания. Возможно, есть некие нюансики, которые можно вот откорректировать, можно внести своё какое-то видение, своё понимание, и вы эту фантазию докрутите, дошлифуете до той, которая будет приемлема вам обоим. Ну и вопрос, конечно же, будем резюмировать, прощать или нет. Мир на данный момент очень сильно меняется, тема отношений очень сильно меняется. на данный момент отношения с женатыми и замужними женщинами никого сейчас не останавливает. То есть если когда-то в эпоху там ещё наших родителей и бабушек отношения с замужними — это было табу для многих, то есть никто на них не решался, но и замужние и женатые тоже, скажем, боялись этого шага, то сейчас в наше время, вот знаете, как это чаще называется, у каждого свои комплексы типа того. То есть у кого-то там одни какие-то приколы, у кого-то там жена есть дома, у кого-то ещё что-то. Поэтому отношения реально меняются, и тем измен становится всё больше и больше актуальна. Но очень важно уговаривать и чётко понимать для себя, я готова идти дальше или я готова завершать эти отношения полностью. Всё остальное, ну, я думаю, ответила достаточно. Если нет, записывайтесь на терапию, разберём ваш случай более детально и поработаем с ним. Также пишите комментарии. Мне очень приятно ваша обратная связь. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. До скорых встреч!